Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, дам свои комментарии, отвечу на вопросы и вы в том числе. Если считаете, что такие видео очень полезны, на моем канале ставьте лайк, подписывайтесь обязательно и распространяйте это видео в соцсетях. Давайте приступим. Проблема, которую я хочу, чтобы вы разобрали, это то, что у меня не получается контролировать свою агрессию по отношению к своей двухлетней дочери. Бывают моменты, когда я взрываюсь, бью своего ребенка. Я очень стараюсь этого не делать, но, видимо, плохо, раз у меня это получается. Сами моменты, когда я бью ребенка, имею в виду сам момент того, что сначала терпишь, 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 потом резко взрываешься и даже не замечаешь, как ты уже и бьешь ребенка. Иногда это происходит так быстро, что я ужасаю себе, раз я не могу отвлечься на что-то другое, переключить свое внимание на что-то другое, чтобы не бить ребенка. Это происходит не слишком часто, но меня очень беспокоит и тревожит, что это все еще происходит. Раньше тоже были моменты, когда я могла шлепнуть ребенка по попе, когда ей был один год. И даже ловила себя на мысли, что это больше злость не на ребенка, а на ту ситуацию, в которой я оказался. Что все сложности и трудности я несу на себе одна, хотя моя мама живет с нами, полностью нас обеспечивает материально. Возможно, на всю эту ситуацию повлияло и то, что с отцом ребенка мы, можно сказать, расстались, он уехал к себе на родину, когда дочке было 8 месяцев, так как у него заболела мама. До рождения дочери мы жили вместе 5 лет. Ребенка планировали. Дочь родилась после процедуры ЭКО. На сегодня его уже нет полтора года. Финансовой помощи нет никакой. Желание общаться с ребенком тоже не очень большое. Какое-то время после его отъезда мы общались по видеосвязи, но со временем, так как материально он не помогал, начались у нас ссоры. Я сказала, либо ты помогаешь нам с дочерью деньгами, либо мы разводимся после этого. Он один раз все же время прислал мне всего лишь 3000 рублей. После этого мы еще какое-то время общались, но недолго. Потому что звонить он стал реже, финансово больше не помогало, я его везде заблокировала. Возможно, у меня послеродовая депрессия, я не знаю, или проблема в чем-то другом. Находясь дома на протяжении такого длительного времени, 2 года, очень непросто, дается мне ничего не хочется. Я чувствую моральную усталость, опустошение. Это, кстати, признаки депрессии. Самое трудное для меня это однообразие дней, которые проходят, похоже, друг на друга, проходят один за одним, отсутствие общения. И кроме мамы и брата я почти ни с кем не общаюсь. Это многие мамочки переживают, вы не одна. Все время думаю о том, что я скажу дочке, когда она станет чуть старше, когда начнет спрашивать, где мой папа. Эти мысли в голове каждый божий день, плюс мысли то, что как я могла, вот здесь очень ключевое отмечаю, ошибиться с выбором отца для своего ребенка. Всегда хотелось, чтобы моя семья была полной, и ребенок рос в полной счастливой семье. Также хотелось бы и немного рассказать о моем детстве. Я росла в полной семье, но в нашей семье нормой было бить детей. Точнее, это делал папа регулярно. И не за какие-то серьезные проступки, а из-за какой-нибудь мелочи. Бил всех, меня, маму, брата. Маму бил сильнее всех. Последний раз меня ударил отец, когда мне было 24 или 25 лет. Поэтому это прекратилось, так как родители развелись. Также со стороны отца какое-то время были сексуальные домогательства до такого-то возраста. Точно не помню, может лет до 13. Потом они прекратились. Но со временем его агрессия по отношению к нам начала только расти, и избиения продолжались, пока родители не развелись. Плюс ко всему, все время отец в пилы практически не работал. Сидел на шее у мамы, да еще умудрялся залазить в такие долги, которые выплачивала потом тоже мама. Я очень люблю свою дочь и хочу дарить ей как можно больше своей любви, заботы, ласки. Но эта усталость от будней мамы в декрете затмевает всю эту боль. На первый план выходит уныние и отчаяние от того, что не получается изменить ситуацию. И на сегодня я сама мама, которую ничего не радует. Хочется поскорее выйти из декрета, закрыть все имеющиеся долги, которых немало, и они копятся, как снежный ком. Не хочется быть копией своего отца в плане негативного поведения. Подскажите, как избавиться от этой привычки бить ребенка? Помогите разобраться, найти решение проблемы. Заранее благодарю вас. Мне было тяжело читать это в первый раз особенно, потому что хочется плакать, что ребенок, тем более два года вообще неосознанно еще, не виноват в ваших проблемах. Его бить ни в коем случае нельзя. Вот вы хотите дарить, не хотите быть похожи на своего отца, хотите дарить дочке самое лучшее, любовь и заботу, перестаньте ее бить. Прямо с сегодняшнего дня. Я понимаю, что это быстро разгоняет. Вы не можете себя контролировать. Ну, хотя бы начинайте анализировать, почему это приводит, какие мысли, ощущения, эмоции к этому. Поотслеживайте этот процесс, как оно быстро разгоняет. Вы, в принципе, там отслеживайте, говорите, что у меня бесит то, что вокруг происходит, у меня пустородовая депрессия, это очевидно. Копится негодование, негатив, раздраженность, вот эти все эмоции, но не только это, к сожалению. У вас это очень большой комок, который надо, честно, вам нужна терапия, потому что там были домогательства, сексуальная подоплека у этого всего, если это все оттуда идет на самом деле. Это первые такие, в принципе, скажем так, у папы с головой чуть не очень, честно скажу, было. В депрессии однозначно, у вас возможно расстройство личности, склонность к онкопедофилии. В общем, я не хочу в этом даже мерзвести, в этой копаться. Но самое страшное одно здесь. Во-первых, что вы боитесь этого и видите. У вас еще аутоагрессия, скорее всего, есть. Посмотрите, повреждаете ли вы себя как-то. Бьете, не знаю, вырываете волосы, пощипываете. Я уже не буду говорить о серьезном, там, резать руки, царапать себя и так далее. Это тоже может быть вариант не принятия себя такой, потому что вы повторяете своего отца, и вам от этого страшно. Ну, первое, самое простое, быстрее бежать на работу. Найти ясли какие-то для ребенка. Пусть невысокая будет зарплата, но хотя бы найти ясли. Я бы посоветовала оплачивать хоть как-то какую-то няню и зарабатывать на это. Но первое, выбежать быстрее из дома, вырваться. Переключить свои эмоции, вот эту ретину, чтобы разорвать вот эту сеть пострадобой депрессии, чтобы дальше в это не залазить. Зарабатывайте ровно на няню хотя бы, просто уходите из дома, вам нужно это. Но все эти проявления, что вы рассказываете, на самом деле это базово, у вас, скорее всего, базовая подоплека, у вас есть депрессия, потому что у вас был непереработок. Вам нужно, во-первых, с психологом проработать вот эти сексуальные домогательства, эту психотравму отпустить. Разобраться с вашей мамой, к сожалению. Это тоже огромное влияние, от которого вы хотите отбиться. То, что вы живете сейчас с мамой, дело не в вашем, скажем так, безмужном состоянии, что вы сейчас одна и не спутника. Там очень большой клубок. Я не хочу это как бы в эфире озвучивать для других людей, но вы понимаете, о чем я говорю. Вы зависим еще и от мамы своей морально. Вы, у вас нашла та точка кипения, когда вы готовы менять свою жизнь, и вы просто кричите о помощи. Ваша задача стать независимой, самостоятельной со своим ребенком. Ваша агрессия на ребенка прекратится, когда вы себя примете. Простите за то, что делали. И третье. Вы научитесь любить. К сожалению, сейчас вы любите, я имею в виду, проявлять любовь свою. Любить-то умеете. Она у вас есть внутри. Вот вы говорите, я хочу лучшее для ребенка. Я люблю, но я ее бью. Не могу контролировать свою агрессию, эмоцию. Потому что вы не любите себя. Это психотравма с детства от папы. Это и побои, алкоголизм, и домогательство. Это все вот это вкупе дало такой эффект. Когда вы видите в себе, вы себя отвергаете. Вы видите, что вы его повторяете в чем-то. В поведении. Может быть, мама это как-то оценивает. Говорит, ты как отец. Там еще что-то. Агрессия этой. Вы еще больше начинаете это делать, потому что вы из себя, скажем так, пытаетесь изгнать. Вот эти проявления вашего папы. Но, к сожалению, знать это не получится. Вам принять, что 50% вашей крови, вашего отца, кем бы он ни был. Маньяком, убийцей, педофилом, террористом, Господи, Гитлером он был, да кем угодно. Это отец. И если бы он ни постарался, вас бы на свете не было. Не было бы вашего брата, в том числе, и уже вашей дочки, которую вы любите. Потому что вы родили свою дочь. И как ни крути, какая бы ни была отвратительная, неприятная генетика или связь с вашим родителем, он дал вам жизнь. И за это действительно вы ему должны и можете быть, и должны. И мы, в принципе, все безусловно за это благодарны. Просто если бы не было его, не было бы и вас, и меня, в том числе, и семьи, и моих родителей. Это первое, что нужно принять. Второе. Не обязательно быть ему за что-то благодарным. Благодарить вам его не за что. Но понять, что папа ваш в депрессии, в принципе, с какими-то неконтролируемыми расстройствами личности, он не мог контролировать свое состояние. Поэтому он пил. Он уходил в зависимость, потому что он слабый человек был. Слабый человек с низкой самооценкой, который свою агрессию на себя и недовольство своей жизни вымещал на более слабых, зависимых людей в семье. Это вы, брат и ваша мама. У него были сложные отношения со своей матерью, поэтому вашей маме доставалось больше. Он вымещал свою агрессию на свою мать родную за счет своей супруги. Это нужно просто понять. Я говорю, что это надо как-то принимать. Это идеальный вариант. Это не на том уровне, что вы сейчас находитесь. Для вас это нереально. Но понимать это нужно. Он себя не контролировал. Я его не оправдываю. Я просто вам рассказываю о причинах. Как вы сейчас себя теперь переносите на себя? Я не могу себя контролировать, свой гнев. Я на ребенка бью. Чувствуете? Папа ваш делал точно так же. И это вас раздражает. Вы знаете, что вы повторяете его. Один метод могу дать вам. Попробуйте, по крайней мере. Берете резинку от денег. Резиновую только, знаете, которая натягивается больно. Шлепут. Одеваете себе на запястье руки. Когда вы чувствуете, что вас разгоняет эмоционально, вы сейчас будете агрессировать, вас бесит ситуация какая-то, вы можете переключиться в агрессии на ребенка, щелкайте себя со всей силы этой резинкой по запястью. Дайте себе встряхнуться. Знаете, это как холодный душ. Очнуться. Остановить себя физически. Почему это вам именно подойдет приемлемо? Потому что у вас было в детстве физическое насилие, наказание. И на вас это может ригитнуть, сработать. Вернуться в детство и почувствовать себя опять жертвой, что больно, несправедливо. И тут же перенести это на своего ребенка, что я повторяю, алло, ударила себя со всей силы. Чем ты лучше твоего отца? Почему ты делаешь так же, как он сейчас? Ты хочешь, чтобы твоей дочке было так же сейчас больно, как тебе в детстве? Алло, очнись. Вот этот метод вы обязаны при неменять с сегодняшнего дня. Не 100%, что вам это поможет, но хотя бы эмоционально вы, может быть, научитесь вот это время разгона эмоций своей, агрессии контролировать. Надо начинать с вот такого малого. Быстрее бегите хоть на любую работу, прерывая свою пострадовую депрессию. Я повторюсь, зарабатывать деньги хотя бы на няню. Чтобы ребенка два года рано, честно говоря, в садик отдавать. Это индивидуально от детей зависит. Большинство детей к этому не готовы. Но няня в домашние условия, где ребенок все время с игрушками своими, со своим там запахом дома, со своей едой и с няней, это лучше, чем просто отдать в казенный дом куда-то, в садик непонятно, как за ним там будут смотреть, или хороший ли это садик. В общем, начинайте это делать. Вот два вам момента, которые прям с сегодняшнего дня, стартуйте. Некуда дальше откладывать, не жалейте себя. И когда вы начнете больше работать, зарабатывать, у вас сойдет сейчас депрессия, вы подуспокоитесь, вы войдете в энергетический ресурс, зарабатывая денег, больше начнете, обязательно бегите на терапию к психологу. Сами вы себе навряд ли поможете в этой ситуации. Там очень много моментов, которые вы не сможете проработать. Это только в тренинге делается, снятие вот этих всех моментов насилия и так далее. И почему это нужно? Потому что у вас ребенок будет расти. И у него будут разные требования. То есть, если вы лишь маленький двухлетний, вы потом не сможете остановиться. У ребенка больше вопросов, претензий, требований и так далее будет. Так что, жду ваши комментарии, подписчицы, что девушке посоветуете под видео. Это очень важно. Я никому не желаю оказаться в такой ситуации. Поймите, я хочу одно вам дать, что многие эту пострадавую депрессию проживают. Вы не одна. Второе, это все можно изменить. И третье, прошу, начните делать то, что я вам посоветовала и увидите результат. Начинайте не откладывать прям с сегодняшнего дня. Я жду ваших комментариев. Если считаете, что видео полезное, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии под видео. Я всегда в инфобуксе. Оставляю свою почту. Вы можете присылать свои истории для разбора на канале или записываться на индивидуальные консультации по психологии. Спасибо за внимание.